Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. За то время, что прошло с объявления анонса о ее содержании, вышли две новости, достаточно интересные, поэтому я склонен изменить тему. Новость первая посвящена тому, что правительство в пятницу фактически признало, что экономический рост в стране закончился. Я уже говорил о том, что экономический рост закончился достаточно давно, уже месяцев 9 идет спад, но для правительства это как нож в горлу, потому что оно отчаянно борется за то, чтобы продолжать управлять российской экономикой. И где-то в марте месяце в очередной раз с целью назначить своего человека Набиульну на пост председателя Центробанка дало клятвенные обязательства, там, кровь из носу, обеспечить две вещи. Первое, безопасность российских денег, ну точнее сказать денег российских олигархов прежде всего на Западе. И второе, экономический рост. По деньгам буквально через неделю после объявления о назначении Набиулиной случился Кипр, и стало понятно, что здесь наврали, просто нагло и цинично. А что касается экономического роста, то где-то к концу апреля стало понятно, что с ростом что-то явно не так. И в этом смысле правительство, разумеется, продолжало отчаянно врать и говорить о том, как все хорошо. Но вот тут возникает очень интересный момент. Теоретически, что бы ему мешало продолжать врать и дальше? А нет. Оно вдруг остановилось, и в пятницу устами заместителя министра экономического развития Андрея Клепыча объявило о том, что рост, там, последние полтора процента в июне месяце, что составляет, что с точки зрения сезонных исправлений и, соответственно, устранения особенностей, означает, что в годовом масштабе мы вышли на нулевые темпы прироста. С учетом того, что в начале года был рост, можно смело сказать, что мы находимся в спаде. Разумеется, ну, или еще иначе можно сказать, что спад, скорее всего, превысил где-то 2-2,5 процента, и, значит, скрыть его уже невозможно. Значит, возникает вопрос, какого хрена, простите за выражение, он, там, Клепыч, начал говорить, ну, пускай неправду, но нечто сильно более приближенное к правде, чем было раньше. Ответов на этот вопрос может быть несколько. Вариант первый, что действительно дела идут настолько плохо, что скрыть уже ничего нельзя, что к осени будет какие-то минус 5 процентов, и это уже будет просто коллапс. Сомневаюсь. Дело в том, что все-таки лето, сезон активный, хотя мы, конечно, сильно вышли в минус относительно сезонного роста прошлого года, но, тем не менее, что-то там развивается, что-то строится. Поэтому я склонен считать, что катастрофы сегодня пока нет. Она, может быть, будет где-нибудь в сентябре-октябре, но пока ее не видно, и уж это точно не повод для того, чтобы кричать. Вариант 2. Пришел новый министр экономического развития, Улюкаев, которому очень нравится быть начальником, и который очень боится, что осенью на него навешивают всех собак за экономический спад. Вуд говорит, ну как, при твоем предшественнике был рост, стоило тебе прийти, начался спад. Поэтому Улюкаев решил зафиксировать этот спад, и сказать, как бы, вот, смотрите, вот до меня как раз был спад, и я в этом совершенно не виноват. А дальше будем посмотреть. Может быть, он рассчитывает на то, что при увольнении правительства Медведева или при его основательной чистке лично его не тронут, как человека, который сидит всего несколько месяцев. Хотя с точки зрения итогов, где-то к концу осени он уже будет сидеть полгода, его вполне можно будет смело увольнять. Тут, однако, имеется одна тонкая. Дело в том, что должность министра экономики в правительстве, она, в общем, не самая важная. Если брать первую десятку по значимости, то он, ну, я не знаю, может быть, в нее войдет, а может быть, и нет. Есть премьер, есть вице-премьеры, которых у нас сколько? 5-6 штук. Есть министр финансов, который в нынешней ситуации не вице-премьер, но все равно явно выше по статусу. Есть руководитель аппарата правительства, который был раньше вице-премьером, когда был сроков, и теперь он обычный министр, но все равно он сильно выше по статусу. А есть еще несколько, есть руководитель секретариата Шувалова, есть руководитель секретариата премьера, есть некоторые заместители руководителя аппарата правительства, Например, волошинский человек, левицкая, которая явно по статусу выше министра экономики, так что он, соответственно, лицо маленькое и по своей инициативе вряд ли мог себе позволить вот так вот нагло выступать. Поэтому я склонен считать, что причина на самом деле три и состоит она в следующем. Дело в том, что после назначения Андрея Белоусова помощником президента по экономике была разрушена монополия либералов на доступ к телу. И Путину стало подать реальная информация о состоянии дел в экономике. А как человек, который обеспечивал такой информационный канал президенту Ельцину, кстати, после этого такой канал так и не был создан, после того, как разрушили экономическое управление весной, летом 98 года, аналогичных структур не было. Но я хорошо понимаю, что системная информация о том, что реально делает правительство, она радикально меняет отношение президента к этой структуре. Он просто начинает понимать, что это как бы тотальное вранье и тотальное ничего не делание. Ну, про тотальное воровство мы даже говорить не будем, это и так понятно. И в этой ситуации раздражение у Путина, безусловно, будет очень усиливаться. А Андрей Клепыч не только бывший заместитель Белоусова и его правая рука, но еще и его однокурсник. То есть у них очень близкие отношения. И в этой ситуации я не исключаю, что эта информация просочилась просто потому, что ее уже невозможно было скрывать, поскольку уже известно, что будет говорить Белоусов. Иными словами, скорее всего, но опять-таки я тут не настаиваю. Дело в том, что после прихода в Кремль Белоусова правительство поняло, что врать надо более осторожно. Ну и по этой причине несколько снизило накал этого вранья и как бы на фоне девятимесячного спада уже не говорит об экономическом росте, говорит пока только о нулевых темпах этого самого роста. Вторая вещь, которая произошла, это, соответственно, министры финансов и главы Центробанка Большой двадцатки, Ж-20, встретились в Москве. О чем они говорили? Значит, главное, о чем они говорили, они говорили о том, ну, во-первых, то же самое, что наше правительство. Глобальная экономика все еще слишком слаба, ее оздоровление происходит неустойчивыми и неровными темпами. Ну, как бы, как говорил Кот Бегемот в бессмертном романе Булгакова, поздравляю вас, гражданин Саврамши, а экономического никакого восстановления экономики нет, продолжается спад, но, как бы, а сказать об этом вслух они, ну, никак не могут, это просто невозможно. Поэтому фраза о том, для того, чтобы поставить глобальную экономику на путь более уверенного, устойчивого и сбалансированного роста, мы усилим наши политические действия и разработаем всеобъемлющий Санкт-Петербургский план действий, это, конечно, просто чистое вранье. Но очень важно, очень важны две вещи. Значит, первое, мы подтверждаем наши обязательства по ускорению продвижения и направления определяемых рынком обменных курсов, повышение гибкости обменного курса, который бы отражал основополагающие экономические принципы и избегал устойчивого несоответственного валютного курса в переводе на русский язык. Не допустим, чтобы кто-нибудь снижал курс своей валюты с целью поддержания своего экономического роста. Это, прежде всего, информация для России, как бы нечего рубль девальвировать. Отмечим, впрочем, что и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки активно занимаются эмиссией для поддержания своей экономики. То есть, как бы, что некоторые животные, как бы, все животные равны, но некоторые равны особенностям. Ну, как бы, ведущие экономисты предупредили о рисках и непредвиденных негативных эффектах при проведении политики количественного смягчения. Это наезд на Соединенные Штаты Америки. Им просто объясняется, что нехорошо так много отпечатать. Есть и другие аспекты этого наезда, более тонкие. Я пока не буду в это влезать, потому что у нас все-таки ограничения во времени. Но это все говорит о том, что мировая бюрократия очень боится, что в случае продолжения кризиса она лишится своих мест. Это просто, можно сказать, проблема. Значит, еще одна тема, о которой говорили, это МВФ. Но мне кажется, что тема МВФ сегодня не самая принципиальная. Самая главная тема — это принятие решительных действий по возвращению на путь динамичного роста и созданию большого количества рабочих мест и, соответственно, борьба с налоговыми уклонистами, то есть офшорами. Вот это действительно очень интересная тема, потому что я уже говорил о том, что после дела Строскана, после 2011 года мировая финансовая элита разделилась на несколько групп. И одна из этих групп, которую условно можно назвать фининтерном, финансовым интернационалом, объединение крупнейших международных финансовых институтов, у которых нет базовой стороны в пребывании, и которые паразитируют как раз на офшорах, на финансовых спекуляциях и на контроле за эмиссии до недавнего времени, она, соответственно, пытается любой ценой сохранить свой статус и свои возможности. Однако на них постепенно начинает наезжать международная и национальная бюрократия, которая пытается любой ценой сохранить прежде всего рост национальных экономик, потому что в противном случае она лишается своего места. Первая такая атака — это, собственно, дело Строскана, а дальше это все начало усиливаться. И сегодня мы видим, что финансовые спекуляции Евросоюз пытается ограничить налогом Тобина, который пока не введен, но, видимо, через какое-то время будет введен. Кроме того, большинство стран, прежде всего Соединенные Штаты Америки, начали жесточайшую борьбу с уклонением от налогов. Как мы знаем, они фактически заставили все банки в мире стать своими налоговыми агентами. А, разумеется, это возможно только в том случае, если банк ведет активную работу в долларах. Если банк в долларах работу не ведет, то с ним ничего нельзя сделать. Но поскольку основной рынок в мире — это все-таки особенно финансовые рынки, а не прежде всего американские доллары, то по этой причине все банки вынуждены стучать на своих клиентов по налоговой службе Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что это усилит желание наиболее крупных и сильных экономических игроков в мире создавать собственные валютные центры и закрывать границы. То есть, иными словами, будут некоторые валютные зоны, внутри которых вообще нет доллара, и будет один-два государственных банка, которые будут заниматься клиринговыми операциями по доллару. На все вопросы о том, как бы, а нет ли там налоговых резидентов, эти банки будут отвечать, что им ничего по этому поводу неизвестно, они с конкретными клиентами не работают, и пускай этим занимаются Соединенные Штаты Америки своими оперативными методами. Я думаю, что к этому все идет. А борьба с офшорами, это тоже борьба с фининтерном, потому что контролировали все эти офшоры как раз международные банки, которые, значит, очень активно играли на этом рынке и получали там основные дивиденды. Закрытие офшоров, ужесточение налоговой политики, это тоже очень сильный удар по финансовым спекуляциям, поскольку, как только выясняется, что любая операция, она требует уплаты налогов, тоже начинаются проблемы. Ну и, наконец, нужно понимать, что все это происходит на фоне отчаянной драки за пост председателя Федеральной резервной системы США. После дела с Троскана и после выборов в США 2012 года, вот эта вот группа фининтерна, координационным центром, который является МВФ, потеряла контроль над Федеральной резервной системой США. А руководство ФРС, посмотрев на Троскана, четко поняло, откуда дует ветер и кого нужно слушаться, и легло под Белый дом. А представители фининтерна, прежде всего в банке Дж.П. Моргана и Голдман Сакс, наоборот, лишились своих постов в Белом доме впервые за 30 с лишним лет. И в этой ситуации для них стала серьезная проблема, как выживать. Я склонен считать, что МВФ сейчас начнет очень сильное давление на Обаму с целью назначения на пост директора ФРС, известного жулика и мошенника Ларри Саммерса, бывшего министра финанса в администрации Клинтона и президента Гарвардского университета, который, соответственно, должен будет под линию МВФ и фининтерна направлять эмиссию. Сделать это можно только шантажом. Единственное, чем можно шантажировать сегодня Обаму, это результатами выборов промежуточных в ноябре 2014 года. То есть, иными словами, скорее всего, на Обаму уже оказывается очень сильное давление, смысл которого состоит в следующем. Если он не назначит Саммерса предпредседателем ФРС, то в этом случае Соединенные Штаты Америки грозит очень серьезное обострение финансовое, которое приведет к тому, что республиканцы выиграют выборы в ноябре 2014 года. Вот, собственно, основная ситуация, в рамках которой происходила встреча министра финансов и глав Центробанка в Ж20, пока можно сказать только одно, что смысла во всех этих встречах сегодня уже никаких нет, потому что никаких принципиальных изменений эти люди сделать не могут. Они могут только пытаться демпфировать те негативные процессы, которые происходят в мировой экономике.